Еще раз, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с такого вопроса. Значит, сейчас, в общем-то, достаточно много технологий стало появляться в области клиентского, прежде всего, программирования. Вы знаете, что, в принципе, сейчас чуть ли не каждый день выходит там новая библиотека, какие-то еще решения. Но, в целом, я бы обобщил, что есть три таких основных подхода, и хотелось бы, чтобы вы их как-то сравнили. Первый – это подход именно нативного JavaScript, то есть подход с опорой на стандарты ECMAScript и, соответственно, от World Wide Web Consortium. И, соответственно, старание как-то по максимуму использовать вот этот потенциал. Плюс, вы знаете, что выходят там новые версии этого стандарта, соответственно, появляются какие-то новые фичи. И, соответственно, подход состоит в том, чтобы использовать только это и решать все задачи с помощью этого инструментария. Второй подход заключается в том, чтобы использовать сторонние библиотеки, такие как, ну, ставшие уже почти стандартом jQuery, в том числе и какие-то фреймворки, там MVC, MVVM, там, например, AngularJS, ну, и тяжеловесные совсем такие решения, как XJS, например, и так далее. То есть вот такие уже инструментарии речь приложений. Ну, и третий подход – это подход, когда мы уже немножко отказываемся от JavaScript, как языка, на котором мы пишем, да, и пишем на каких-то других языках, которые компилируются в JavaScript. Такие как GVT, например, CoffeeScript, TypeScript, Dart, ну, и так далее, их там еще некоторое количество. Вот не могли бы вы с высоты своего опыта сравнить вот эти три подхода, каков их потенциал, на ваш взгляд, и что следует использовать, в каких случаях. Хорошо. Ну, вообще вопросов столько, что я, в общем-то, могу выступить с закладом, только отвечая на этот вопрос. Но давайте попробуем по частям. До того, как отвечать на этот вопрос, я бы хотел сказать, что важно относиться, или важно практически подходить к решению своих конкретно задач. И первый вопрос, который я хотел бы задать себе, если я, допустим, начинаю новый проект, когда я должен внедрять в эксплуатацию, в продакшн, когда я должен внедрять это приложение. Если я должен внедрять его, скажем, через 6, 7, 8, 9 месяцев, я должен ориентироваться на те тулзы, на те языки, которые есть сегодня, и на ту поддержку веб-браузеров, которые есть сегодня. Поэтому, первое, я должен знать, когда внедряться. Второе, я должен знать, кто мои юзеры. Мои юзеры – люди, которые находятся внутри стен какого-нибудь заведения, учреждения, где контролируемая среда. Ну, например, мы работаем, допустим, в какой-то крупном банке, в каком банке, делаем приложение только для своих пользователей, которые работают в этом же банке. Мы знаем, что у нас жестко на всех компьютерах стоит операционная система Windows 8, к примеру. Мы знаем, что они обязаны пользоваться либо Internet Explorer 9, либо Firefox, к примеру. Если у нас контролируемая среда, то мы можем себе позволить выбирать тулзы и языки, исходя из того, что мы будем здесь, на такой среде. Третья вещь, которую я хотел бы подчеркнуть, что существует все же тренд. Он называется BYOD, аббревиатура такая, Bring Your Own Device. То есть, когда-то нельзя было прийти, устроиться на работу, допустим, банк, программисту, и сказать, я буду работать на Apple-ском компьютере. Это было бы очень даже удивительно. Я в 2005 году попал в одну такую компанию финансовую, и я был очень удивлен, когда увидел, что человек сидел там с белым огромным Apple-ским компьютером, все остальные были на стандартных Windows-ских машинах. Тогда это было очень странно. А сегодня есть целая политика, стратегия, какие устройства можно разрешать брать внутренним юзерам, какие они. То есть, я уже говорил, что если мы находимся внутри стен некой организации и знаем четко environment, среду, то мы можем выбрать один подход. Но даже и это уже становится не очень, как бы, как сказать, written in stone, высечено в камне, потому что, может быть, вот эта политика, bring your own device, тоже разрешит приносить свои iPad, Android и так далее. Вторая категория приложений – это consumer-facing applications, то есть приложения, где пользователем являются люди, не находящиеся внутри организации. И вот у них уже могут быть совершенно любые устройства. И вот тут тогда совершенно другая проблема стоит перед разработчиками, а именно как сделать так, что то, что я напишу, то приложение, будет выглядеть нормально на всех устройствах, о которых я даже не знаю сегодня. Завтра выйдет там iPhone 6 или там какое-то китайское устройство небольшое, и оно должно выглядеть. Вот. То есть, подходы совершенно разные. Ну, а теперь все-таки возвращаясь, дам такой короткий ответ. Вот эти подходы, которые вы обозначили, брать ли обыкновенный JavaScript. Новый стандарт, который шестой ECMAScript 6 будет выходить, на него можно, в общем-то, не смотреть пока, потому что в ближайшие пару лет он не выйдет, а когда он выйдет, браузерам понадобится некоторое время, чтобы его имплементировать. Но уже и сегодня на ECMAScript 5 поддерживается практически всеми браузерами современными. Под современными я имею в виду браузеры, которые, ну, не старше, чем 2 года. На самом деле в разработке сегодня мы стараемся не рассматривать, например, старые браузеры, например, все, что ниже Internet Explorer 9, мы даже не рассматриваем, к примеру. То есть, если не будет работать, ну, извините, уже пора бы и потянуться. Вот. С другой стороны, что касается фреймворков, о которых вы сказали, jQuery, Angular, что там есть, XGS, например, Backbone, например, Backbone, да, но это не очень популярно. Собственно, можно сказать так, фреймворки тоже можно разделить на разные группы, а именно такие тяжеловесы типа XGS, или, скажем, была вот такая, такой фреймворк был Яховский, да, YUI, который прекратили вообще поддерживать, уже сказали, все, мы поняли, что это тупик. Так вот, тяжеловесные фреймворки, они годятся для Enterprise-приложений, приложений корпоративных. Тот же XGS, у них есть там хорошие контроли, допустим, очень сильный Data Grid, вот, можно формы делать, там есть чартинг хороший, действительно хороший, то есть можно сделать так, чтобы одни и те же данные показывались, либо как какой-нибудь там, не знаю, как по-русски, PyDiagram, либо BarDiagram, и тут же Click on the Button, и уже это уже таблица с циферками. То есть вот эти все вещи, которые нужны для корпорации, они хороши. Минусом является то, что фреймворк тяжелый, и само приложение ваше будет весить ваш код плюс, скажем, мегабайт. Это много. Если это consumer-facing application, если у человека, человек стоит на какой-то медленной сети с мобильником в руках, и ему приходит больше, скажем, полтора мегабайта, только чтобы вообще загрузиться, то это минус. Хотя это rich library, богатая такая библиотека, у которых есть куча controls. Вот, и если вам это действительно важно, вам надо сделать солидное, красивое приложение для внутреннего использования внутри компании, мы еще это называем back-office operations, то есть для своих как бы, для своих юзеров, то да, можно рассматривать такие библиотеки. Большая часть приложений все же должна быть легкой. И вот для легкости используются все-таки другие фреймворки, которые вам нужны. Для чего пользоваться фреймворками, там, Angular или там, тот же jQuery? Во-первых, чтобы упросить себе создание мелких каких-то компонентов, может быть, чтобы использовать заготовки, которые уже есть в мире. Это первое. А во-вторых, чтобы спрятать зависимость от браузера. То есть, скажем, разные браузеры, может быть, еще не все имплементировали последние фичи, скажем, ECMAScript 5. И HTML5 не полная поддержка. Так вот эти библиотеки говорят, мы от вас спрячем это. Будете работать с нашей библиотекой, не волнуйтесь, поддерживают браузеры или нет, они будут ставить официальные заглушки или SHIMS они называются и так далее. Ну, в общем, такой был длинный ответ. Я могу еще говорить на эту тему, но я думаю, может быть, уже были другие вопросы какие-то. Все-таки по языкам еще, скажите пару слов. По языкам, да, по языкам. По языкам язык – главный JavaScript. Есть такой один человек, которого зовут Джефф Этвуд. Вот он один из создателей, вместе с Джефф Этвудом в полске, он создатель Stack Overflow. Популярное место, где программисты собирают и задают друг другу вопросы. И вот он сказал такую фразу, которая, например, так. Все, что может быть написано на JavaScript, будет написано на JavaScript. В принципе, это, конечно, шутка, но эта шутка имеет долю шутки, как говорится. Да, действительно, JavaScript, о нем можно говорить все, что угодно, не очень странный он какой-то, показывает всякие на выступлениях глупости, которые можно сделать на JavaScript, непредсказуемость неких конструкций. Но, сейчас по-русски, по-английски это «edays what is». То есть у нас это есть. Сегодня мы это имеем. Это наименьший общий знаменатель для всех приложений. Минусом является что? Резкое снижение продуктивности программистов. Наша компания, Forato Systems, мы делаем разработку на разных языках. На сервере Java базовый, никогда ничего не меняем. То есть лучше ничего нет на сегодня для нас. Второе. В Frontend мы использовали разные языки. В частности, мы использовали много лет, использовали их в чудную библиотеку от Adobe Flex. Adobe Flex, и там у них есть продукт Air. Например, компилирующий язык, object-oriented, action script. Удобно и хорошо. И наши разработчики были продуктивны. Потом по разным причинам Adobe отказалась от Flex. Flex дальше, Apple не хочет поддерживать плагины в браузерах и так далее. То есть это уходит. И мы стали пересаживать наших программистов на JavaScript. Мы сразу видели резкое падение продуктивности. То есть то, что… А у нас работает только senior programmers. У нас нет junior, у нас нет начинающих. Мы сразу видели, что наши ребята стали… Им надо намного больше времени, чтобы сделать то же самое. То есть JavaScript – это большой минус его. Конечно, люди пользуются фреймворками, чтобы этот минус как бы превратить в плюс как-то. Но последний год мы начали разработку на языке Dart, гугловском. Но опять же, Dart – очень красивый язык. Красивый язык, удобный. Это как бы более умная Java, если можно так сказать. То есть они смотрели на Java, они применили ее, и они сделали… исправили много ошибок и сделали все удобнее. Симпатично, очень хорошо и симпатично. Начали работать на реальном проекте. У нас есть продукт определенный для строевых компаний. Но опять же, когда мы говорим слово Dart, мы должны разделять две вещи. Разработка и production, deployment. На сегодня и много лет вперед это останется. На Dart вы разрабатываете, а из Dart генерируется все равно JavaScript, и все равно JavaScript будет запускаться в production. Почему? Потому что никакие основные браузеры не собираются пока поддерживать VM Dart. Google, у них есть специальный браузер, Chrome, и, вероятно, скоро и сам Chrome будет идти с этой JVM, не JVM, а Dart. Другие браузеры не собираются пока, и неизвестно, когда соберутся. Потому что Google понимает, что такая ситуация реальна, и поэтому они генерят очень хороший JavaScript. То есть Dart это правильный, по моему мнению, по мнению нашей компании, правильное направление, куда идти, для того, чтобы сделать разработку на JavaScript более продуктивной. Некоторые ходили на TypeScript, но TypeScript это такое промежуточное решение, которое чуть-чуть лучше, чем JavaScript, а Dart серьезно лучше. Минусами подхода или минусами использования Dart сегодня является пока еще недостаточная база компонентов UI, которые можно использовать в ваших Dart приложениях. С положительной стороны можно сказать, что Dart, здесь есть библиотека AngularJS, которая на JavaScript написана, легкая библиотека, MVC и так далее. А есть уже ее порт AngularDart называется. То есть мы, во-первых, пишем на Dart с использованием AngularDart, но и там было мало компонентов, и мы сейчас, в общем, есть такая библиотека Polymer, и в принципе, все основано на том, что можно создавать reusable component, компоненты на HTML. То есть из тегов можно делать компонентики, которые потом можно взять этот компонент, дропнуть куда-нибудь на другой экран и пользоваться им. Это правильное направление, по нашему мнению, и мы идем в эту сторону. То есть если писать для HTML5, для браузеров, для разных устройств, я бы посоветовал сегодня выбрать Dart с генерацией JavaScript и деплоить JavaScript. Хорошо, спасибо. Тогда следующий вопрос, как раз касательно, может быть, части вот этой вот разницы. Это как вы оцениваете вот такой вопрос, который, в общем-то, раньше по большому счету не стоял, он появился именно в связи с ростом популярности JavaScript. Вот строгая типизация, это вообще плюс или минус, и что это за инструмент, как он влияет на производительность труда программиста, и вот в будущем, как вы видите, новые языки, которые будут появляться, они будут со строгой типизацией, или же это будут там универсальные переменные, которым может присваиваться там любой объект? Ну, этот вопрос можно перефразировать так. Как вы относитесь к острым ножам? Хорошо иметь, в общем, на кухне острый нож? Наверное, хорошо, но вы понимаете, что человек, который начинает только куховарить, может порезать себе пальцы. Ну, кого будем винить? Будем винить нож, правда? Или не нож винить? В этом плане не строгая типизация, это вот этот острый нож, которым можно порезаться. Минусом являются следующие вещи. Главный минус это то, что программа становится менее читаемой. Конечно, вы можете сказать, ну, какая мне разница, я-то понимаю, я сам написал, я все понимаю. Да, но некоторые скажут, что программу больше, больше проводится времени, чтобы читать чьи-то программы, чьи-то код, чем писать свой. Поэтому, если там, скажем, Вася Форточкин придет читать программу, которую я писал, я уже уволился из компании. Если это было написано на нетипризнанном языке, то Вася Форточкин очень сильно зависит от меня, от моей доброй воли, от того, насколько я хороший программист, насколько я правильно называл перемены, потому что типов нет. Типов нет. Более того, динамические языки программирования, такие как JavaScript, позволяют на ходу, вот у вас есть какой-то описан объект, там объект, допустим, customer, клиент, а у него есть там несколько полей, имя, фамилия, адрес и так далее. И никогда там не было поля номер телефона. Ну, на ходу в программе взяли, добавили, мы на ходу к объекту прикрепили динамически новое поле, используем его. А Вася Форточкин откуда это знает? Он-то разберется, но у него идет время. То есть, если вас интересует продуктивность, то, конечно, строгая типизация намного удобнее. Так как сегодня большинство программистов – это такие массовые отряды, дивизионы, батальоны, которые слегка где-то подучились и программируют массовые приложения. То есть, ты не можешь ожидать от них какой-то суперэкспертности и большой порядочности в описании кода. Для них не строгая типизация – это вред. А строгая типизация – это плюс, потому что компилятор тебе помогает постоянно, он тебе не дает упасть. Ты написал что-то не то, а он тебе раз и сказал – нет, нельзя этого делать. С не строгой типизацией ты сделал опечатку в названии property и сказал, опять же говорю, был, допустим, объект клиент, написал клиент.аддресс с одной буквой D равняется тому-то. Скажем, в строгих языках типа Java тебе бы сказали нет такого адрес с одной буквой D, а тот промолчит, он создаст property address, программа будет как-то работать, а результаты не те, что вы ожидаете. Поэтому не строгая типизация, я не считаю, что это зло, совершенно не считаю, но я считаю, что требования к уровню программистов выше, чем к тем, которые пользуются языками со строгой типизацией. Поэтому я, кстати, говорю, мы читаем разные тренинги, в частности, когда мы обучаем джавовских программистов, которые считают себя крутыми, умы, знаем джаву, multithreading, параллельные обработки, оптимизированность, серверанность и так далее. А уж, мол, джава-скрипт это бирюйки. Когда они садятся к нам на тренинг, у них, наверное, волосы дым сначала поднимаются, насколько сложно писать правильно код на джава-скрипте. Поэтому я бы не смотрел свысока, если ты программист со строго типизированным языком, на программистов, которые с нестрого типизированным языком. То есть им тяжелее, чем вам. Скажем так, это мое обращение к джависту. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос хотел задать вот такой. Ну, вам, как эксперту не только по джава-скрипту, но и по джаве, должна быть знакома ситуация, когда появился Spring, и он, в общем-то, изменил все. То есть это буквально была революция в джаве. Там, собственно, вот последнее время, наверное, последние лет пять я вообще на джаве даже не видел проектов, которые бы не использовали Spring. То есть реализация там АО по Inversion of Control, и недавно, когда я только познакомился с AngularJS, там я тоже увидел, в общем-то, похожие подходы, да, там тоже реализован Inversion of Control паттерн, некоторые там с аспектно-ориентированным программированием, тоже конструкции. И я подумал, может быть, это вот тоже революция? Может быть, вот через пару лет мы уже не будем видеть ни одного клиентского проекта без AngularJS? Как вы считаете, потенциал? Ну, во-первых, почему именно выделена AngularJS? AngularJS, да, хорошая библиотека, да, она легкая, да, она имплементирует вот этот паттерн-модел-вью-контроллер, да, она позволяет разделить код более удобно на слои, там, где отдельно вьюшки, отдельно контроллеры, отдельно модели, там, где данные. Да, это хорошая вещь, да, там имплементирована dependency injection, Inversion of Control, как вы говорите, то есть туда, это то, что называется голливудский принцип, ты мне не звони, я тебе позвоню. Это, знаете, когда начинающие артисты пытаются найти работу в Голливуде и оббивают пороги агентств, и когда после очередного прослушивания им говорят, ну, когда тебе позвонить, а те говорят, ты мне не звони, я тебе позвоню. Это Inversion of Control, то есть не ты создаешь инстанс-объект, а тебе он будет даден из инваримента. И в Spring сделано было то же самое, то есть, действительно, Spring популярен, популярность Spring в джавовском мире часто определяется тем, что в то время, в начале 2000-х годов, к сожалению, Java и архитектура была сложной, то, что бы он назывался Enterprise Java Beans, было сложным, и вот Род Джонсон создал Spring и имплементацию dependency injection там. На сегодня, я бы не сказал, что нет проекта, который не делается на Java и, сегодня Java и намного проще, намного, но, к сожалению, в свое время они испортили себе свое впечатление о себе из-за сложностей. Сегодняшний, это Enterprise Java Beans, есть там и Managed Object Injection, то, что называется CDI, Context Dependency Injection, все это есть, очень красиво и удобно, но люди, которые уже сели на Spring, они не видят особых причин пересесть на контейнеры джавовских серверов, application серверов. Но, при этом, опять же, параллели между Spring и AngularJS, наверное, только в том, что и там, и там имплементирована dependency injection. На джавовских проектах действительно используется Spring, может быть, не весь Spring, отдельные модули, например, Spring Security, то есть он добавляется в любые проекты, даже если просто это Java и проект. Удобство Spring, потому что она модульная, модульный фреймворк. AngularJS тоже хороший фреймворк, но это MVC. Для того, чтобы иметь, как говорится, full feature, то есть с полным набором фреймворк, нужно иметь не только возможность правильно структурировать приложение разделением на слои, но там нужны еще некие компоненты, нужны удобства. Поэтому просто AngularJS использовать не очень хорошо, а не мешало бы использовать какую-то библиотеку компонентиков, кнопочек с круглыми краями, там какой-нибудь стреп или еще что-нибудь. То есть я не хочу сказать, что фреймворк типа AngularJS просто возьмет и будет впереди планеты всей. Я так не считаю. Может быть, он будет один из лидеров, он и сегодня один из лидеров, но не думая, что это как бы наше будущее. Сегодня он популярен, сегодня очень много проектов на нем делается. Когда будет полностью чисто сделан проект, проект Dart, AngularDart, полный порт, будет еще лучше, но это один из фреймворков, один из самых популярных фреймворков, скажем так. И он будет жить и процветать какое-то время. Да, то есть его учить полезно сегодня. И на ближайшие несколько лет это полезно знать. Но это не революция. Хорошо, спасибо. Значит, следующий вопрос я хотел задать такой. Вот появился некоторое время назад такой уже сервер на JavaScript, как Node.js. Наверняка вы знаете. Как вы оцениваете его потенциал с точки зрения рынка интернет-проектов и рынка корпоративных приложений? Может ли он в перспективе заменить Java, .NET-платформу? И какова его дальнейшая судьба, как вы прогнозируете? Ну, вы понимаете, один из главных пунктов, по которому его продают и пытаются сделать популярным Node.js. А Node.js – это просто возможность исполнять JavaScript на сервере. Ну, собственно, на любой машине, скажем так. В своем движке. Главная причина, по которой ее продают, это, говорят программисту, теперь тебе достаточно знать только JavaScript. Ты можешь и frontend писать на JavaScript, и backend писать на JavaScript. Я не считаю, что это правильный подход. Почему? Потому что главная задача при выборе языков программирования – это чтобы конечный результат, конечный продукт был оптимальным и лучшим, и чтобы пользователи его любили. Пользователи все равно, на чем написан этот язык, вернее, этот продукт. Там и здесь есть JavaScript, или JavaScript говорит с Java, или .NET, им абсолютно не важно, они знают, удобно или неудобно. Разве вы, когда берете в руки свой андроидовский телефон или iPhone, разве у вас есть какая-то хоть один раз мысль, на чем было написано это приложение? Нет. Вам оно или нравится, или не нравится? Это самое важное для вас. Это должен быть определяющим критерием. А сказать, что надо пользоваться Node.js, потому что вы сможете писать на JavaScript и здесь, и там, это все равно, что сказать с лезарью, что мы придумали вариант, чтобы пользовался только отверткой. То есть, другим инструментам тебе не надо. Ты сможешь отверткой делать все. Ты можешь выпиливать, не надо лобзить, тебе уже нет. Отверткой можно, в принципе, выковырять все тоже. Поэтому я считаю, что сегодня программист должен быть полиглотами, должен знать несколько языков. И, соответственно, если перед вами стоит задача, ваша задача сделать пользователя happy, счастливым, а не сделать свою среду удобнее, что я не хочу ничего изучать, кроме JavaScript, и поэтому мне удобно. Что касается перспектив. Ну, во-первых, Node.js еще не был даже выпущен в продакшен. Весь этот шум, который последний год происходит, это о каких-то версиях, которые, я даже не знаю, какие там номера, ну, какой-нибудь там 0.3. Это та версия Node.js, которая существует. То есть, это не продакшен грейд, то, что называется. Не уровень продукции, не знаю, как сказать. Дальше. Что касается, может ли Node.js заменить Java. Ну, в каких-то маленьких таких практиках, наверное, может, почему нет. Я видел разные бенчмарки, не разные, врать не буду, но лучший бенчмарк, который я видел, это то, что Node.js на сервере в определенном приложении, которое попытались нагрузить, работал в 6 раз медленнее, чем Java-овская версия этого же приложения. То есть, по производительности, ему до Java как до неба пока, хотя в 6 раз это уже не так плохо для продукта, который даже еще не вышел. Движок, который Google делает в частности, а кроме Google уже и, кстати, Oracle выпустил, вот с 8-й Java есть движок, который называется Nashorn. Nashorn – это тоже движок для JavaScript. Они довольно быстрые движки. Конечно, они будут ускоряться, несомненно. Поэтому будущее определенное есть у Node.js, но, опять же, это не наше все, и я к этому отношусь совершенно спокойно. Ну, отлично, есть еще один язык для программирования на сервере. Прекрасно. Спасибо. Теперь я хотел бы так немножечко отойти от конкретики и задать более такой абстрактный вопрос, может быть, по вообще вот парадигме функционального программирования. Мы помним с вами, что были в свое время там языки, главным образом Lisp, которые это использовали, потом они как-то вот ушли так исторически в небытие, и сейчас мы видим, как они снова выходят на арену, причем мы видим эти изменения и в .NET платформе, да, вот F-sharp язык, и в Java платформе, там появляются такие языки, как Scala и Closure, да и в самой восьмой Java, собственно, появилось большое количество конструкций функционального программирования. С чем вы это связываете, и продолжится ли эта тенденция в будущем, или это просто какая-то вот такая семиминутная мода, которая быстро идет? Я бы не сказал, что это семиминутная мода, потому что языки такие как Clips уже как бы очень старые, это не то, что он популярен, но прелесть функционального программирования заключается в том, что оно проще выглядит, не так, неправильно. Можно короче написать то, на что нужно намного больше кода в Object Oriented языках программирования. Поэтому программисты опытные, грамотные, которые шикарно разбираются в программировании, которые считают действительно программирование своей профессией, любят ее, изучают эти языки, пробуют разные, как вы сказали, Clujure, Scala и все. Станет ли это массовым? Нет, по моему мнению, не станет. Почему? Потому что языки сложные для изучения. А вот, как я уже сказал, этим легионам программистов, которые сейчас производят, это сложно. Поэтому, если в команде какой-то будет несколько человек, которые хотят программировать на Scala, это прекрасно, они сделают отличный продукт, он будет элегантный и все такое. Но, допустим, если я менеджер команды в каком-то предприятии, мне нужно начать новый проект, разработку нового проекта, то, скажем, вот есть такой крутой парень Джон Смит, который эксперт в Scala. И он приходит ко мне в кабинет, и вся команда с ним говорит, Яков говорит, давай делать на Scala, посмотри, ты же технический человек, вот так, вот так, вот так, как я могу быстро, коротко написать и элегантно. Я понимаю технические плюсы этого, но с другой стороны, в комнате у меня сидит кроме Джона Смита еще и Мэри, еще и Маша, еще и Ашот, еще и Шриневаз, еще и Петро. И я все думаю, что? Я все думаю, да, Джон Смит крут, да, Scala выглядит красиво, а завтра Джон Смит уходит на другую работу. И я остаюсь с Петром, с Машей, с Ашриневазом, с Ашотом и так далее. Я скажу, извини, Джон Смит, классный язык Scala, но пока нет. Может быть, отдельные модули можно писать на Scala. Почему? Потому что мы джавовский такой, как это сказать, цех, который мы разрабатываем, и свои модули могут исполняться на джавовской машине. Но большим плюсом, огромным плюсом я считаю тот факт, что в джаву были введены эти конструкции для функционального программирования. Восьмую джаву, так называемые Lambda Expressions, они используются во многих местах, они делают код более элегантным, действительно. А в чем прелесть функционального программирования? Это в том, что я тебе, объекту, даю поведение, написанное как функции, я тебе говорю, вот ты возьми этот код и его выполни. Это плюс. Я написал несколько блогов, у меня сейчас выходит, вернее, я работаю над вторым дизайнером книжки по джаве своей последней. Я написал несколько примеров, которые помогают упростить код. Допустим, в обыкновенной джаве иерархии, наследования, несколько слоев. А с помощью вот этих Lambda я могу убрать эти слои, я могу брать просто кусочек, разные кусочки функционала и передавать одному и тому же объекту. И он послушно это выполнит. То есть в этом плане функциональное программирование это шикарно. И я считаю, что это полезно знать, но я не думаю, что, если ты, допустим, джавский программист, я не думаю, что обязательно взять и переучиться на другой язык. Хорошо еще разберись с восьмой джавой и будет очень красиво. Ну а если ты чувствуешь себе больше потенциала, изучай больше. То есть функциональные языки это плюс, но опять же, я не думаю, что это наше все. JavaScript, кстати, тоже функциональный язык. Хорошо, спасибо. Еще хотел спросить вас о чем. Вот сейчас в мире приложений для мобильных устройств мы наблюдаем картину, которую не привыкли, скажем так, вот в области компьютера, когда есть две, по сути, таких флагманских платформы, iPhone и, соответственно, Android, и под них нету действительно хороших решений, чтобы можно было писать приложение универсально. То есть понятно, что есть PhoneGap, есть jQuery Mobile, но на них пока, ну, во-первых, просто по факту мало приложений. И, во-вторых, ну, я немножечко копался, я вижу, что у них действительно очень резко обрезан тот инструментарий, который можно использовать. Поэтому по факту мы видим доминирование приложений, написанных на, соответственно, Dalvik и Objective-C. Вот как вы считаете, это вообще политика просто вот противостояния, там, Google с Apple, или это действительно какие-то технические, там, особенности этих платформ, которые не позволяют вот такую универсальную платформу, которая, допустим, Java стала для компьютеров персональных сделать? Ну, я бы не назвал это политика. Ну, как можно обвинить, скажем, Google или Apple в том, что они хотят, чтобы был определенный строгий процесс диплоймента на их платформе, чтобы он продавал, чтобы это приложение продавалось в их магазине. В свое время, допустим, Apple сказали, не пущу Flash. Ну, окей, они нехорошо ругались, плакали, нашли решение. И даже на экшн скрипте, который используют флешевики, можно писать приложение, которое потом перекомпилируется со специальным компилятором. И его можно продавать в том же самом Apple Store. То есть, разве это плохо? Почему Apple? Ну, я не знаю, как у вас, но в Штатах Apple, я хожу по улицам, я вижу у людей, мне кажется, больше Apple устройств, чем андроидовских. Мне так кажется. Хотя статистика мировая показывает другое, наверное, уже. Но почему? Потому что Apple очень жестко следит за процессом того, что попадает в продакшн, за процессом того, как выглядит приложение. Google, кстати, меньше следит, поэтому там, конечно, полная анархия. Но я не считаю, что это политика, но куда бедному крестьянину податься, если так сказать? Что же делать? Значит, нативные приложения, которые написаны отдельно на Dalvik, отдельно на чем-нибудь для Apple, это правильный подход, если вы себе его можете позволить. Например, если вы одиночка, который пишет какую-нибудь игру, вы считаете, что вот это мой продукт. Я сам решаю все, я сам все имплементирую, я сам знаю и тот язык и другой. Шикарно. Тогда пишите нативно. Нативные приложения, как правило, будут всегда выигрывать по сравнению, скажем, с приложениями общего плана, написанных на одном и том же языке и портированных как-то. Даже если это HTML и JavaScript. То есть, вы сможете делать абсолютно точные компоненты, которые будут выглядеть нативно, которые будут выглядеть так же, как все остальное на этом устройстве, если вы себе этого можете позволить. Вернемся в кооперативный мир. Опять же, я менеджер проекта. Мне сказали, что начинаем внедряться на мобильниках. Обычно выбирается пилотная платформа какая-то, как правило, конечно, начинается либо с iOS, либо с Android. Мы выбрали какую-то, но я всегда себе думаю, хорошо, вот у меня есть эти же люди, если вы помните их имена, Ашот, Шрениваз, Петро и так далее. Я могу их послать на курсы, они выучат Objective-C или что-нибудь такое. Хорошо, вот мы задеплоимся в продакшн, пойдем, а мне через 6 месяцев нужно делать то же самое приложение на Android, что опять их теперь брать и тренировать, они джуниор. Сколько у меня денег в кармане, сколько людей могу нанять, программистов, которые будут работать. Есть ли у меня бюджет на то, чтобы сделать две параллельные команды, которые будут делать параллельно и то и другое. Одни нативно для iOS, другие нативно для Android. Если да, шикарно, но тоже не очень шикарно. Это все значит, что у меня будут две базы кода. Это значит, что багов у меня будет два набора, а не один. Maintenance релизы новые надо делать, учитывая и там и здесь, что поломалось. Но крупные компании, которые могут себе это позволить, будут это делать. Наверное, это правильно. Что касается PhoneGap, это так называемые гибридные приложения, они говорят пиши на HTML, JavaScript, есть у вас везде. На самом деле, PhoneGap это такое коммершиал, это то, на чем Adobe хочет делать деньги. А на самом деле, это все базировано на библиотеке, которая называется Cordova. В свое время Adobe купила разработчиков Cordova. То есть можно open source написать с использованием Cordova библиотеки, а можно использовать PhoneGap и их сервер для того, чтобы написать на JavaScript и HTML5, а потом отгрузить этот код к ним на сервер, и их сервер запакует ваше приложение, написанное на HTML, JavaScript под несколько платформ, не только, кстати, iOS и Android автоматически. Но недостатками такого подхода является то, что люди говорят, что оно как бы чуть-чуть медленнее. Допустим, скролинг немножко не так будет работать, как нативное. То есть все-таки есть разница. Хотя это некое решение. То есть тот, кто не может себе позволить две отдельные команды, должны писать на одном языке, например, на JavaScript, HTML5, какими-то библиотеками с любыми, а потом отгрузить все на этот PhoneGap сервер, сделать build и отправить. То есть такое тоже возможно. Ну, а некоторые просто сидят, делают приложения и говорят, запускай их у себя на устройстве с использованием. Ну, опять же, тут есть развивочка. Либо я буду пользоваться отдельными фреймворками для мобильников, типа, как вы уже сказали, что сказали? Ну, jQuery Mobile? jQuery Mobile или там Sentry Touch, например. Ну, тогда тоже. Опять у меня будут две версии приложения. Одно для десктопов, второе для мобильников. И надо определять, что человек дошел с мобильника. Есть там такое понятие UserString в HTML хедере и так далее. А их очень много. Тогда вы можете сказать, окей, я пойду с третьим подходом, уже не буду пользоваться мобильными фреймворками, а буду писать все. Буду иметь одну базу кода HTML, JavaScript, но есть такая техника с CSS, называется responsive web design, так называемая Media Query. То есть, можно сделать так, что одно приложение будет написано, а грузиться будет на разные устройства и на разные экраны и будет выглядеть нормально. Там тоже есть какие-то нюансы, но, в общем, есть много подходов. И я не думаю, что какой-то выиграет. Если можете позволить себе писать нативные приложения, пишите. Для каждой платформы не можете, извините. Спасибо. Следующий вопрос хотел задать больше в сторону бэкэнда. Вот по поводу баз данных NoSQL. Это тоже такая новая тенденция, которая несколько лет назад появилась и сейчас все больше и больше о них слышно. Как вы оцениваете их потенциал? Может быть, вы даже как-то их используете в своих решениях в своей конторе? И, соответственно, вот как их сочетать с традиционными уже революционными базами данных? Какие-то есть, может быть, гибридные решения? Вот я знаю несколько проектов здесь в России. Допустим, одноклассники, вот они используют и то, и то. И там в некоторых я тоже участвовал по работе. Вот как вы оцениваете этот потенциал? И если все-таки гибридные решения, то как их сочетать? Какая-то философия под этим стоит у вас? Ну, я могу здесь только сказать вот что. Но SQL базы данных, они занимают очень маленький сегмент у нас в Штатах, ну, может быть, пять процентов. Если взять все базы данных, которые используют, то, конечно, большая часть подавляющая это революционные базы данных. Но SQL небольшая. Из недостатков для предприятий, скажем так, для приложений типичных для Enterprise, это то, что они не поддерживают транзакционность, а это очень часто нужно. С другой стороны, я лично ими не пользуюсь. Я там смотрел несколько презентаций, я читал о них, но я ни в коем случае не являюсь экспертом в этом деле совершенно. Поэтому мое мнение здесь не очень важное и весомое. Но могу сказать одно. У нас есть наша компания, один парень работает консультантом в очень крупнейшей финансовой компании. И он именно работает на MongoDB. Его взяли на проект, он ее изучил и он для них пишет на MongoDB. Там приложения, где в основном отчеты, reports, они делают очень много reports. И вот там он говорит, что показывает себя хорошо и быстродействие хорошее, но опять же транзакционность там особо не требуется. То есть хранение объектов, то есть опять же, почему продается на SQL? Можно хранить объекты в базе данных, не требуется описание структур, как скажем, в SQL требуется, в Relational Database требуется описание таблиц, колонок и так далее. Изменение структуры там меняет все. Здесь этого не требуется. Поэтому я не могу сказать, что у меня есть какой-то хороший опыт с Mixed Solutions, когда используется и то, и другое. Недавно опять же был на презентации, где люди делают какие-то open-source продукты. То есть они вообще придумали слой. Ты пишешь на SQL, как язык запросов, но под низом, движок они подставляют NoSQL. Ну окей, есть какие-то гибриды, но опять же, я не могу много говорить об этом, потому что я не специалист в этой области. Хорошо. Давайте тогда в продолжении разговора о структурах данных поговорим о форматах их представления. В общем-то можно сказать, уже, наверное, что традиционный формат наиболее универсальный это XML. Когда мы представляем какие-то фрагменты данных, мы можем передавать посредством веб-сервисов, можем там, ну конфиги практически везде уже XML и так далее. Но сейчас постепенно стал XML вытесняться, в частности, в секторе веб-сервисов, особенно RESTful веб-сервисов, да, JSON. Вот как вы считаете, вот преимущества, недостатки вот этих форматов, как вот вы позиционируете их у себя в компании, и как вы видите в дальнейшем развитие этого конфликта вот форматов? Ну форматы данных XML ходят явно, он очень тяжелый, то есть много надо писать тегов, и мы стремимся, чтобы количество байтов, которые бегут по проводам было как можно меньше. То есть поэтому XML я считаю, что уходящим, и писать новое приложение, где между клиентом и сервером будет бегать XML, извините, ну и считаю, что это непрактично. То есть его заменил JSON. JSON формат заменил его почему? Потому что он не такой тяжелый, там надо писать меньше тегов, а главное, он очень похож на формат написания джаваскриптовского объекта. То есть там почти все одинаково, писать джаваскриптовский объект или писать JSON. Соответственно поэтому на сегодня все браузеры, опять же я говорю все, я имею ввиду, если ты не старше двух лет браузер, то ты имеешь парсер для JSON, тебе ничего не надо устанавливать. Поддерживается шикарно, платформа, которая на бэкэнде поддерживает бэкэнд, генерацию и парсинг JSON шикарно. И .NET, и Java, и, скажем, native Java, и у них там есть специальная поддержка JSON уже внедрена, стандартизирована. И да, не хочешь на этом, пожалуйста, Google сделал библиотеку JSON и так далее. То есть JSON сегодня это самое популярное и как бы мы этого метода придерживаемся. Что касается еще, чем люди пользуются, конечно, люди пользуются гугловским протобафом, это специальный формат, который компилируется. То есть можно писать объекты на сервере, на клиенте и их откомпилировать в специальный формат и передавать данные с помощью этого протобафа. Ну, минусом является то, что нужно кое-чего устанавливать для того, чтобы этот протобаф поддерживался на клиенте. Но для нас мы остановились на JSON. Спасибо. Ну и последний вопрос, такой более философского, наверное, плана. Вот все-таки в целом понятно, что традиционно технологии развивались по такому, может быть, со стороны может показаться странному сценарию, что из-за проблемы кросс-браузерности, как-то вот клиентская часть веб-приложения, она все время как-то вот уходила на второй план и традиционно действительно там основная нагрузка бизнес-логики, она была у нас на application серверах и, соответственно, там вот происходили основные как бы вот события. Но сейчас мы видим, что проблема кросс-браузерности в целом решена и сейчас, в общем-то, возникает вот эта вот отсутствовавшая раньше возможность переносить бизнес-логику уже на клиента. И, в принципе, возможно, наверное, ситуация, когда мы действительно будем иметь приложение, у которого вся бизнес-логика на клиенте, а сервер – это только там база данных для какой-то вот синхронизации клиентов между собой. Насколько вы видите вот потенциал такого подхода, насколько это возможно и ожидаете ли это в будущем? Ну, мы это имели и в прошлом, и в настоящем. Это просто называется Fat Client. Мы это используем постоянно в одном из наших приложений, которое написано, которое выполняется внутри флеш-плеера, написано на экшн-скрипте. То есть большинство и очень много бизнес-логики находится на клиенте. Вот. Что касается HTML JavaScript'овских приложений, тут важную роль очень сыграл тот факт, что можно не перегружать всю страницу. То, что называется Ajax, позволяет побольше иметь JavaScript'овского кода на клиенте, иметь некую бизнес-логику там. Если не надо перегружать страницу, не надо перегружать то, что называется State – состояние. То есть можно некие скрипты, что-то положили куда-нибудь в какой-то объект, пробежиточные результаты, новые данные подтягиваются, страница не перегружается, поэтому следующие скрипты могут использовать этот State, что самое важное для вот таких rich front-end приложений. Поэтому это существует, это будет оставаться, вся бизнес-логика не уйдет на клиента, это однозначно. Особенно на языках типа JavaScript, где их можно посмотреть, исходники и так далее. Часть – да. Что касается еще одной предосторожности, скажем, валидации чего-то. Как правило, валидация вебовских приложениях, где есть HTML, JavaScript и что-то на бэк-энде делается и там, и здесь. Скажем, допустим, мы провалидировали данные на клиенте логикой на клиенте, формы какие-то заполнены, что-то там проверили, нажали кнопку Submit и данные пошли по проводам, побежали на сервер. А может их перехватили по дороге, плохие дяди, плохие мальчики или девочки. Да, и на клиента оно уже пришло как-то другое. То есть все равно приходится писать валидацию на сервере тоже, чтобы обезопасить себя и так далее. То есть это будет существовать, я не хочу сказать, что это будет только так, как раньше была, скажем, в 90-х середине самая популярная архитектура – это Client Server. На клиенте все считалось, на сервере была база данных, и все шикарно. Не думаю, что это прямо вернется в такой жесткой форме, но будет достаточное количество бизнес-логики на клиенте, но не все. – Хорошо, спасибо. У меня больше нет вопросов. Если вы хотели что-то еще добавить, то… – Ну, отлично. Я желаю всего хорошего программистам из России, Украины, Белоруссии. Мы с ними с удовольствием работаем и дальше будем продолжать работать. – Хорошо. Спасибо вам большое за интервью. – И вам спасибо. До свидания. – До свидания.